У каждого из нас бывают ситуации, когда руки опускаются, ничего делать не хочется, и в какой-то степени мы даже теряем смысл жизни. Сегодня я поделюсь с вами подборкой жизнеутверждающих книг, которые помогут взглянуть на мир другими глазами и встать, скажем так, на истинный путь. Всем привет, друзья! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя. Рад приветствовать каждого из вас. Давно мы с вами не виделись, на прошлой неделе ролик не вышел. Об этом я рассказывал у себя в телеграм-канале, но уже скоро я постараюсь порадовать вас очень интересным подкастом. Ну а если вы уже готовы, берите что-нибудь попить, берите что-нибудь вкусненькое покушать и приятного просмотра! Ну а в начале ролика не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А также не забывайте про мой телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании, в котором публикуется дополнительный контент. И перед тем, как мы начнем, традиционно попрошу вас в комментариях написать подборку своих жизнеутверждающих книг, которые, на ваш взгляд, помогут каждому человеку в сложные жизненные минуты взглянуть на мир по-другому и обрести себя. У меня подборка получилась довольно разнообразная. Это и современная проза, это и литература 20 века. Поэтому для каждого читателя здесь точно будет что-то полезное. И первая книга — это книга, которая появлялась уже на моем канале много раз. И я пытаюсь эту книгу показать вам всегда, при любой возможности, точно так же, как и «Триумфальную арку» Эриха Марии Ремарка. Но сегодня это книга Мэтта Хейга под названием «Трудно быть человеком». Это история, которая действительно пропитана человеческим духом. Книга, в момент чтения которой ты начинаешь вспоминать, что человеческая жизнь, она прекрасна, и что вокруг очень много классных мелочей, которые случаются каждый день. Но которые мы в своей рутине часто пропускаем мимо. Это в какой-то степени научная фантастика. Но тем не менее, несмотря на то, что этот жанр я, можно сказать, не читаю, мне все равно было невероятно интересно. И я 100% буду эту книгу перечитывать, потому что в ней заложены такие истины, которые, мне кажется, мы не должны забывать никогда. А вообще, в этой книге в концовке есть советы для Homo Sapiens. Они как бы встроены в сюжет, но прям целой главой здесь есть, прям по номерам. Так вот здесь у нас 97 советов. И, по-моему, это одна из самых таких эмоционально крутых частей в этой книге. Ну, в любом случае, я надеюсь, что благодаря моим ранее вышедшим роликам вы с этой книгой уже знакомы. Может быть, вы о ней только слышали один раз, но не покупали. Я думаю, что сейчас самое время. Идем дальше по современной прозе, пока что. И на очереди книга Фредерика Бакмана под названием «Тревожные люди». Книга, которая смешивает в себе трагедию и комедию. И именно из-за такого сочетания она надолго остается в памяти. И мысленно бывает такое, что я возвращаюсь к этой книге, вспоминаю, как было круто ее читать. И даже уже как-то раз я ее перечитывал. Все начинается с ограбления банка, как ни странно в этой книге, но постепенно перерастает в трогательную хронику человеческих отношений, что дает нам возможность окунуться в судьбы разных людей, которые, как мне кажется, являются собирательными образами, и узнать получше людей, которые есть в книге. И тем самым мы узнаем людей, которые окружают нас каждый день. Книга о том, как важно прощать других и себя, пытаться находить общие черты у других людей, и на этом выстраивать взаимоотношения. Ну и, конечно же, эта книга о сопереживании ближнему. Про эту книгу многое пишут и многое говорят, но не всегда это положительные комментарии. Я тоже с ними встречался. Тут я скажу, как обычно, что на вкус и цвет товарища нет. И если вдруг кому-то книга не нравится, то это нормально. И переживать по этому поводу не стоит. Но говоря на своем канале от своего имени, конечно, я эту книгу рекомендую, потому что меня она действительно впечатлила. В сегодняшнюю подборку вошли две книги, которые эмоционально мне было очень тяжело читать, вплоть до того, что я опустил слезу. Ну а уж если быть совсем честным, то книгу «Когда дыхание растворяется в воздухе» Пола Каланити, я даже не смог до конца полноценно дочитать. По этой причине. Это книга о силе духа человека. Книга автобиографичная. Пол Каланити написал сам эту книгу. Он являлся нейрохирургом, лечил людей от рака, но в 36 лет у него у самого диагностировали рак легких в четвертой стадии. Этот человек не сдался. Он не сдавался до последнего. Он до последнего стоял за операционным столом. Он до последнего писал эту книгу, чтобы показать людям, что смысл жизни, он есть всегда до последнего вздоха. Книгу он эту не дописал. Но дописала книгу его жена. И как раз-таки главы, которые были написаны от ее имени, просто разрывали душу. Эта книга – возможность взглянуть на окружающее под другим углом. Здесь Пол Каланити говорит о том, что когда у нас все хорошо, мы начинаем переживать из-за каких-то мелочей. Где-то там какая-то пробка, очередь. Ну, образно говоря, это я уже своими словами. Но когда у тебя диагностируют неизлечимую болезнь, все эти мелочи уходят на второй план, тебя абсолютно не интересуют, и без них твоя жизнь не становится никак хуже. Возможно, и нам следует относиться ко всему намного проще, потому что многие вещи в жизни не заслуживают того, чтобы тратить на них свое время и нервы. Следующая книга – это тоже современная проза и тоже автора, про которого я часто рассказываю на канале. По этой книге был отдельный ролик с отзывом на нее, но в эту подборку я тоже хочу включить книгу Маркуса Зусака под названием «Я посланник». История про обычного человека Эда Кеннеди, который стал получать какие-то таинственные карты, в которых содержались некие задания. И эти задания были направлены на то, чтобы изменить жизнь окружающих людей. И в ходе выполнения этих заданий мы понимаем, что, оказывается, для того, чтобы люди были счастливы, нужно сделать совсем немного. А когда ты принес счастье другим, возможно, ты и сам станешь счастливым. Одна из главных мыслей этой книги – что каждый из нас может стать героем для другого, причем совершая самые маленькие добрые поступки, не требующие, можно сказать, никаких финансовых вложений, никаких-то сверх затрат по времени. По сути, требуется только наше желание. Конечно, в реальной жизни сложно представить такую ситуацию, что кто-то из нас начнет помогать прям всем-всем подряд, кто нас окружает. Но мне кажется, такие книги все равно нужно читать. Они как раз-таки помогают нам задуматься над тем, как проходит наша жизнь, делаем мы что-то полезное или нет. Ну и, конечно, в любом случае всегда круто, когда какой-то человек становится счастлив от того, что ты что-то сделал. Книгу максимально рекомендую. Конечно, все три работы, которые я читал у Зусака, заслуживают большого лайка. И выделить из них самую лучшую я не могу. Говорю я про эту книгу, про книгу «Глиняный мост» и про книгу «Книжный вор». Но если вдруг вы потеряли свое предназначение в жизни и не знаете, зачем же вы живете, то, возможно, на эти ответы поможет вам книга Пауло Каэльо под названием «Алхимик». История молодого пастуха, который отправляется в путешествие в поисках сокровища, но находит гораздо большее, чем ожидал. Это книга о том, что нужно следовать за своей мечтой и не игнорировать те знаки, которые сама жизнь нам же преподносит. Вроде бы ничего сверхъестественного, и книга не кажется какой-то прям сверх такой сложной, но с философской точки зрения это очень интересная и полезная работа. Поднимаются здесь такие вопросы, как проблема выбора, что наша жизнь постоянно связана с тем, что нам приходится выбирать что-то, скорее всего, жертвуя чем-то в любом случае. Также здесь идут рассуждения про боязнь неудач, что мы всегда боимся предпринять какие-то меры, потому что думаем, что а вот вдруг не получится, а вот вдруг кто-то скажет, что это плохо, и что у нас ничего не получилось, и, наверное, это должно нас натолкнуть на мысль о том, что не столь важно, кто что скажет. И, наверное, будет даже хуже, если ты не попробуешь и просто сдашься. Немалая часть книги также уделена и такому понятию, как истинная любовь. Ну и еще здесь можно поразмышлять на тему того, что зачастую мы боимся перемен в жизни и в ущерб себе можем не принять какие-то положительные решения. Я думаю, что эта книга по теме подборки должна стоять, скорее всего, даже на первом месте. Ремарк, ремарк. Куда же мы без ремарка? Конечно, сегодняшняя подборка не могла обойтись без его книги, но надо сказать, что сегодня я предлагаю вам книгу «Ремарка», которая не часто появляется на канале. Говорю я о книге «Три товарища». Это история о дружбе, любви и взаимной поддержке. О том, что вот эти три качества способны перевернуть нашу жизнь даже в самое тяжелое время. Ведь на примере главных героев этой книги мы сможем в этом убедиться сами, ведь они являются представителями потерянного поколения в послевоенной Германии после Первой мировой войны. И мирная жизнь для них не кажется такой уж привычной послевоенных событий, но как раз таки в настоящей искренней дружбе они обретают себя. Они вместе справляются с трудностями, преодолевают все преграды, и в какой-то степени их можно считать эталоном взаимной поддержки. Ну и отдельного внимания заслуживает история любви Роберта и Патриции, персонажей из этой книги, на примере которой мы сможем увидеть, насколько сильной может быть любовь и какие перемены способна она сделать. Ну и отдельно эту книгу можно было бы добавить в подборку книг о дружбе, не так-то и много у меня таких, но эта книга точно в такую подборку бы подошла. И завершить подборку я хочу одной из своих самых любимых книг, и это «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Вроде бы книга и не сильно подходит под тему подборки, но если копнуть немного глубже, то мне кажется, она тоже сюда отлично впишется. История о человеке с умственными ограничениями, который получает возможность попробовать вылечиться. Но когда это происходит, не все так радужно. Я, к сожалению, не могу рассказать большего, потому что это будет откровенный спойлер, а книга и так маленькая, и мне хочется, чтобы если вы вдруг эту книгу еще не читали, то узнали все это сами. Но если попытаться коротко обозначить то, о чем говорится в книге, то, вероятно, Дэниел Киз хотел сказать нам о том, что любовь и связи и отношения между людьми, они намного важнее интеллекта, знаний, денег, ну, это я уже от себя могу добавить, что именно благодаря взаимоотношениям между людьми человек может быть счастлив. Роман затрагивает темы сострадания, человечности и принятия себя. Я думаю, что я не удивил вас этой книгой, потому что это довольно популярная работа, и сам я рассказывал много раз о ней, и наверняка вы где-то ее встречали, но обойти стороной я все равно эту книгу не смог. Обязательно пишите в комментариях свои подборки книг на эту тему, уверен, что вы, как всегда, порадуете меня чем-то очень-очень интересным, но каждый, кто зайдет в комментарии, получит там дополнительные рекомендации по теме видео. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, а уже через неделю в то же самое время в том же самом месте мы с вами увидимся снова. Пока!